Голос Голос – это наш инструмент, данный Богом, каждому свой. Здесь тоже нельзя слишком преувеличивать значение голоса И преуменьшать тоже нежелательно Коли это инструмент, значит о нем надо как-то заботиться И его тоже совершенствовать, шлифовать Значит, какие здесь советы могут быть? Первое. Соразмерять голос с аудиторией С залом Если большое собрание, большая аудитория Тут приходится громкость поднимать, говорить громче Если маленькое камерное собрание, домашнее, не обязательно Можно говорить тиким, спокойным голосом, он будет слышен Стараться говорить так, чтобы слышно было, чтобы слышали И шепот тоже может быть слышен Если он такой четкий, выразительный В любой точке помещения Мы же не можем, например, пришли посещать больных В больнице пришли или на дом Там посетили больного Сели рядышком с ним на кровать И кричим во всю мощь Вряд ли это будет уместно У постели больного громко кричать Уличные проповеди Это самая сложная ситуация Уличные собрания В помещениях легче намного говорить И внимание более обостренное А вот на улице Разные люди Шум машин Другие всякие посторонние шумы Люди как-то отвлекаются Перебивать будут Да, это уж точно Всегда бывают противники У нас есть такая практика Совершать крещение Где-то на пляжах там Чтобы и люди услышали Но среди современных россиян Есть очень много агрессивных людей Агрессивных и, можно сказать, зазомбированных Население России Подвергалось Длительным зомбированию Советской эпохи Можно сказать Это уже какая-то такая болезнь Возникла Аномалия Психическая У большинства россиян Под влиянием такой пропаганды Массированной То есть люди уже не могут Воспринимать Другую точку зрения Другое мировоззрение Человека другой веры Значит, если вот это пришли какие-то неправославные Значит, это наши враги Враги народа Это какие-то изменники Это те, которые предали нашу веру Там наше отечество И вот такая агрессия Такая агрессия Агрессивные чувства насаждались идеологами Всех мастей Кругом враги Все желают нашей погибели Надо вооружаться Надо давать отпор Надо уметь вести политбой Как раньше говорили В советское время У советского народа Сложилась вот такая психология Агрессивная Подозрительная Не приемлющая ничего иного Другого мнения Другой позиции Враждебное отношение К инаковерующим К людям иных взглядов Это, в общем-то, одно Одна из наших полей Полей нашей деятельности Как-то влиять на население Чтобы люди расширяли свой кругозор Смотрели по-другому На верующих других конфессий Что это тоже христиане К сожалению Говорить с людьми Которые слишком заряжены агрессией И зомбированы были Практически невозможно Что они никакие доводы не принимают Это уже какой-то вот случай Патологии Клинический случай Ничего не поделаешь Это, можно сказать, жертвы пропаганды Коммунистической, атеистической И националистической В том числе Второй совет Не впадать Не впадать В аффектацию В излишнюю аффектацию Сейчас мы поясним Мы уже об этом говорили В аффектацию 2F Аффект Аффект Ну вот есть там В юридической терминологии Такое выражение Что он, мол, совершил преступление В состоянии аффекта Аффект В состоянии такого вот Эмоционального возбуждения Сильного Аффект это Чрезмерное Возбуждение Чрезмерный Такой накал Надрыв Эмоциональность Это состояние Не совсем естественное Неестественность В третьем Не журчать Ручейком Не журчать Ручейком Потому что есть такие речи Есть Такой голос Однотонный Ручейковый Ручейковый Такая речь Ровная Она вроде бы и мелодичная Усыпляющая Да, усыпляющая Спеджин сравнивал Такие речи С Жужжанием пчелы в кувшине Когда пчела Жужжит в кувшине В закрытом сосуде Мерное Мерное Такое Жужжание Действует Усыпляющее Значит Говорить надо И не слишком Медленно И не слишком Быстро Не слишком Медленно Не слишком Быстро Быстро Речь Она тоже Проскальзывает Мимо сознания Современные дикторы Радио и теле Ограниченного Временем И У них очень Быстрый темп Речи Четвертый Не подражать Другим Не подражать Другим Об этом Мы тоже с вами Упоминали В голосовых Интонациях Для начинающих Проповедников Это В общем Естественно Такое стремление Такая тенденция Подражать Билли Рейму Виктору Гамму Яру Пести Другим Известным Проповедникам Которые Всегда На слуху Использовать Свои данные Свой Голос Свой Как говорят Психофизиологический Аппарат Он уникальный Непохожий Идентичный Да С голосом Связано Дыхание Об этом Мы тоже с вами Говорили Что Дышать надо Не грудью А животом Или диафрагмой Набирать воздух Так Чтобы было Незаметно Незаметно Можно так Шумно Вдохнуть Шумно Выдохнуть А когда все тело Будет Подниматься Опускаться От дыхания А можно Незаметно Подпитывать Подсасывать Дыхание Чтобы хватило На целое Предложение Но рекомендуется Дышать Носом Чтобы Горло Было В хорошем Порядке Особенно На морозе Можно Быстро Простудиться Если Горлом Дышим Не носом А горлом Не пить И не есть Горячего Или острого Не пить И не есть Слишком горячего Слишком острого Перед Проповедью Перед выступлением Потому что Горячая и острая пища Действует Раздражительно На Связки На голосовой Аппарат Не только перед Проповедью На семинаре Учили Что вообще Нельзя есть Горячего Вообще Нельзя горячего Я вот Я не Я не Ем горячего Да Без микрофона Кто-то наоборот Любит Горячее Не просто теплое Даже горячее Любит Но это тоже Хорошая Корректива Хороший совет Лучше воздерживаться Ну обычно Охриплость В голосе Появляется От духоты Когда слишком Душно в помещении Слишком жарко Голос тогда Делается хриплой Хрипота Появляется От напряжения Чрезмерного Хрипота Может быть От надрыва Волоса Начинает Хрипеть Волос Ну в таком случае Как говорят Специалисты Помогает Теплый чай Стакан Теплого чая Сладкого Да? Ну Не обязательно С бутербродом А некоторые советуют Что воду Смешивать С красным перцем Неплохо Да Вода и красный перец Там С красной корочкой Не стягивать Шею и грудь Не стягивать Слишком шею и грудь Чтобы не было скованности В жестах В движениях И в голосе В том числе Вот чем Не совсем Хороши галстуки Потому что галстуки Стягивают Затяну Да Особенно когда Сковывают Особенно для тех Когда никто Никогда Не носил их Никогда Да-да-да Не привык Ну да Галстуком Избавляться от Словесных привычек Словесные привычки Они Есть у каждого Паразиты Да Приглашаем вас Тоже слишком Преувеличивают Значение Движения И жестов Придают им Слишком большое Значение Значение Они конечно имеют Но Не столь уж большое Жесты Зависят От Темперамента Человека Потому что Есть люди С южным Темпераментом Горячие Эмоциональные Взрывные Есть люди С темпераментом Спокойным Северным Итальянцы Южные Кавказцы У южных народов Всегда Такая повышенная Склонность К жестикуляции Быстрая речь Жестикуляция Это природная Особенность Природные данные У северных народов Меньше Жестикуляции И речь Более Спокойная Более Медленная Вам наверное Приходилось Видеть Выступающих Где-то На телевидении Вот тоже Там Можно увидеть Разные типы Разные темпераменты Например Эдвард Родзинский Его Экскурсы В историю Что у него Очень много Жестов Много Жестикуляций Другой Человек Который Тоже Выступает Как чтец На телевидении Зовут его По-моему Виталий Вульф Передача Его называется Серебряный шар О жизни Актеров О жизни Деятелей Культуры Тот Совсем Без жестов Совсем Без всякой Жестикуляции Он сидит На стульчике Никакого Движения Ни руками Ни пальцами Ни ногами Просто сидит Но его Тоже слушать Интересно Хотя нет Ни одного Жеста Писатель Есть Специалист По Гоголю Игорь Золотузский Иногда В Москве Там Приглашают Его В христианский Центр Логос В институт Духовной Музыки Он Выступает Он верующий Человек Так глубоко Евангелие Понимает Но тоже Манер его выступления Такая Без жестов Практически Он сидя Обычно Так тихо Довольно-таки Монотонно Говорит Для Маленькой Такой Камерной Публики Вот в этом столетии Был Ильинский Игорь Ильинский Игорь Ильинский Но он был Вот именно Читал Да Как чтец Он был Великолепный Конечно Андроников Был в советской Эпохе Да Это были Вот такие Да На Таких личностей Тоже Неплохо Обращать внимание Чему-то Поучиться Что можно взять Чего Не следует Брать Но все-таки Совсем Движения И жесты Мы не можем Игнорировать Они Несут Определенную Функцию Какую же Конкретно Первое Жесты Значение Жеста Дополняют Мысль Дополняют Подчеркивают Мысль Одно Дело Просто Голосом Ее Озвучить А другое Дело Еще Рукой Жестом Движением Подчеркнуть Такой мысли Будет Лучше Крепче Запоминаться Второе Жесты Передают Состояние Души Человека Состояние Души Когда Когда Говорит Человек Человек Совсем Без Жестов Без Всяких Движений Трудно Понять В каком Состоянии Его душа Находится Когда Есть Жест Есть Какой-то Поворот Один Специалист Сделал Такой Подсчет Что Мол Плечом Локтем Кистью Пальцами Можно Сделать 700 тысяч Самых Разных Движений Плечи Локти Пальцы Руки Могут Произвести 700 тысяч Разных Движений Разных Поворотов Положений И так Далее Что На наших Кафедрах Мы Наблюдаем По этому Поводу Какие Недостатки Иногда Проповедники Наваливаются На кафедру Лежат На кафедре Можно Сказать Опираются И держатся Так долго Долго Во время Проповеди Охватывают Кафедру Руками И Не сходят С этой Позиции Другие Любят Держать Руки В карманах Во время Проповеди Это Больше Американский Стиль Но Наши Молодые Проповедники Тоже Начинают Подражать Американцам Проповедуют Руками В карманах И молятся Даже Иногда Руки В карманы И Молитва Начинается Да Это тоже По всей вероятности Просто Подражание Может быть Невольное Непроизвольное Что говорит О Некотором Неблагоговейном Состоянии Когда руки В карманах Во время Молитвы Зрительный Контакт Необходимость Зрительного Контакта Во время Проповеди Есть Проповедники Которые Вышли На Кафедру Прочитали И Ни головы Ни глаз Не поднимают Не только Во время Чтения Текста Но даже Во время Проповеди Не отрываются От Созерцания Только одной Кафедры То есть Не видят Слушателей Не видят Сидящих В зале Но есть Такая Рекомендация Куда Направлять Взор На кого Смотреть Лучше Всего Выше И где-то На последние Ряды Больше Ориентироваться И конечно Для того Чтобы Зрительный Контакт Не пропадал Должно Быть Хорошее Освещение Кафедры То есть Лицо Проповедника Должно Быть Хорошо Видно Желательно Чтобы Видели Потому что Мысли Ведь Передается И жестами И выражением Лица А вот На наших Больших Призывных Собраниях В 90-е годы Когда Билли Грейм Своей Компанией Проводил Масса Народу Сидела На Трибунах Стадиона Кафедра Стояла На поле И От Этой Кафедры Почти Километр Расстояния До Трибун Для Последнего Да Это Очень Неудачно То есть Проповедник По сути дела Не видно Но были Там Конечно Экраны И так далее На улице Ну Такой Огромное Расстояние Между Кафедрой Слушателями Тут Уж Никакого Зрительного Контакта Не Может Быть Само Устройство Кафедры Тоже Имеет Большое Значение Какая Кафедра Если Вы были Во второй Московской Баптистской Церкви Вот там Вы можете Увидеть Пример того Какой Не должна Быть Кафедра Церкви Это Такие Громадные Бревна Три Или Четыре Бревна Как Изгородь И Получается Что Проповедник Стоит Как бы За забором За Плетнем Тяжелый Плетень Такой Дот Укрытие И голова Его торчит Вот между Этими Бревнами И Не знаю Почему Они Эту Кафедру Не меняют Непонятно И Тем более Она еще Стоит Сбоку Не по центру А сбок Сбок Сцены Такой Плетень Такой Забор Речь Из-за Забора Получается Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...